Всех младенцев Хакасии с этого года обследуют на десятки врожденных заболеваний. Неонатальный скрининг заметно расширен. В списке сразу 36 анализов. Для сравнения, раньше было только 5. Медики говорят, теперь можно не только вовремя взять болезнь под контроль, но и сохранить малышу жизнь. Репортаж Ольги Стельмах. Жительница Абакана Татьяна Дударева наслаждается первыми днями общения со своим сыном. Артемка стал третьим малышом в семье. Дома его ждут два старших брата. Роды прошли без осложнений, Татьяна готовится к выписке. Но прежде ответственная процедура. У младенца возьмут анализы, которые покажут, есть ли врожденное заболевание. Не раздумывались, нет согласия, сразу давали, что на обследование и себя обезопасить, и ребенка своего понимать, что дальше, как действовать, если есть какие-то врожденные, неврожденные заболевания. Для скрининга делают небольшой прокол в пяточке малыша в первые два дня его жизни. Но недоношенных через неделю. Образцы крови исследуют на 36 заболеваний. Еще в прошлом году тестирование проводилось лишь на пять. Среди них винилкетонурия, врожденный гипотириоз и муковицидоз. И только с января 2023 список расширили практически в семь раз. Из новых включили в том числе и болезни обмена веществ, первичные иммунодефициты и спинально-мышечную атрофию. Вовремя выявить каждую – значит дать ребенку шанс на полноценную жизнь и снизить младенческую смертность в регионе. Заболевания, которые могут лечиться, однако тогда, когда их можно узнавать по клинике, когда будет понятно, что такое заболевание, уже происходят необратимые изменения. Поэтому это группа болезней, которую нужно выявлять в доклинической стадии, до начала всех этих драматических изменений в организме. И среди них очень много болезней, при которых мы теряли интеллект у лица. Из 36 исследований, которые входят в неонатальный скрининг, в Абакане делают по-прежнему пять. Этим занимается медико-генетическая лаборатория перинатального центра Хакасии. Остальные анализы проводятся в Томском институте генетики. С начала года в результате такого расширенного обследования по всей России серьезные проблемы со здоровьем уже выявили у 13 детей. Хакасия, к счастью, пока не пополнила эту статистику. Между тем, отрицательный результат дал родителям уверенность, что их ребенок не страдает серьезными врожденными заболеваниями. Редактор субтитров А.Семкин